Доброе утро, с вами Орел и Решка, Кругосветка. И наконец-то мы долетели в Китай на остров Хайнань. Это настоящий санаторий, курорт, можно сказать источник здоровья всего Китая. Ну такая себе лечебница made in China. Ой, это прям-таки лечебница. Давай бросай монетку и сейчас мы узнаем, кто в этой здравнице жизни пойдет на иглоукалывание. А кто просто пойдет? Орел. Решка. Хоть бы ты пошла. Хоть бы ты. Давай открывай уже. Я на иглоукалывание. Открывай. А разве козы ходят на иглоукалывание? Мне просто интересно. Нет, это не я сказала, а у тебя на платье такое написано. В смысле? Коза. Ну, это ж… Все, я пошла. Она вообще стударит. Тут написано, я люблю мир и золотую карточку. Хайнань. Мало кто слышал об этом курортном острове на юге Китая. А ведь говорят, что именно тут заканчивается земля. Тут можно жить почти вечно. Говорят, на Хайнане можно стать абсолютно здоровым. Только никто не говорит, через что для этого надо пройти. Михаил, пожалуйста, дай мне машинку такую красивую, такую комфортную, такую, чтобы не меньше стало шуминых сил и такую светленькую, как я. Пожалуйста. Я перепутала, я перепутала. Не меньше двухсот лошадиных сил. Ай. Ха-ха-ха-ха-ха. Но это же другое дело. Привет. А я в кругосветке уже много дней. Одна. А ты женат. Следующие два дня маленькую ведущую будет возить маленький китаец на маленькой машинке BMW Roadster Z4. Roadster — это такой двухместный кабриолет. Для китайского острова как раз то, что нужно. Маленький, юркий и разрез глаз вполне китайский. Ну а большой ведущий — большой автобус. Осталось только его найти. Куда? 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 Никто и близко не знает английского. Туда. С горем пополам объяснили. И везде одни иероглифы. Извините, а этот бас идет в центре города? Нет, нет, не понимаете. Как же вам объяснить? Нашла автобус, не могу понять, куда он едет. Никто не может мне объяснить. Я же не знаю китайского. Ну что мне делать? Сяду в автобус. По-любому куда-то доеду. Куда? Куда все выходят? Куда? Уже приехали? Да. Что происходит? На какой-то автобусной станции. Наверное, нужно пересесть на другой автобус. Сейчас пересядем. Оказывается, это был бесплатный автобус, на котором можно доехать только до ближайшей автостанции. А отсюда уже добраться до центра города. Ну и осталось определиться с маршрутом. Тут все просто. Наугад. Поеду на восьмом, а что? Хорошая цифра. Мы прилетели в город Санья. Это туристическая столица Ю-Бэ-Ха – южного берега Хайнаня. Какой-то пальмовый остров. После шумной, душной Джакарты этот остров прям как глоток воздуха. Уху! Когда-то китайцы называли Хайнань краем света. И сюда ссылали заключенных. Но потом заметили, что заключенные стали здороветь и жить до ста лет. Так Хайнань превратился из края географии и места каторги в остров-здравницу. Сюда на процедуры слетается весь Китай. Лечит все – от насморка до тяжелых травм. Ну, здравствуй, Санья. Я Леся. Давайте проживем эти два дня интересно и на 100 долларов. У нас мало кто слышал о Хайнане. А зря. Это такое продвинутое место. Кругом отели, апартаменты. Ничего себе, санаторий отгрохали. Да тут же сплошные небоскребы. Они тут на любой кошелек. Есть и для работников заводов, и для больших партийных чиновников. Чего только китайцы не понастраивают, чтобы привлечь туристов. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь отель Санья Бьюти Краун. Семь звезд. Один из самых роскошных отелей мира. Он настолько крут, что тут уже шесть раз проводился финал конкурса Мисс Мира. Я бы в нем поселилась, но он не на берегу моря. Приехав в главный туристический город Хайнаня, нужно потратить пару часов на главные достопримечательности. Первым делом тут все идут в парк Край Света. Входной билет стоит аж 15 баксов. Посмотрим, что тут за Край Света такой. По китайской версии край света выглядит так. Пляж. Булыжники. Ну и, наверное, миллион китайцев. Вторым делом идут молиться богине Гуанинь. Пляж. Булыжники. Эту статую китайцы построили для того, чтобы она защищала остров от тайфунов. И самое интересное, как только они ее построили, тайфунов действительно стало меньше. Нужно помолиться, чтобы богиня защищала и тебя. Посмотрите, как интересно. Есть даже специальные табуреточки под колени. Молись не хочу. Также можно походить по городу и посмотреть на вывески на русском языке. Это можно считать отдельной достопримечательностью. Ну, сами посмотрите. Как волны подтекст и опасных региональных. Товарыче Гонконга чтапчич германчич. Облегчить де книги. Ну а шо, все понятно. Богатые не шарствуют по всяким паркам, а сразу едут оздоравливаться и испытывать на себе все прелести китайской медицины. А сейчас просьба увести детей и впечатлительных от экранов. Потому что китайская медицина – это жесть. Помните, как бабушки вставили банки? Китайцы пошли дальше. Сначала тут короткой иголкой прокалывают кожу. А потом ставят огромные банки, которые вакуумом будто высасывают кровь. В китайской медицине считается, что это улучшает кровооток и очищает кровь. Здесь берут специальную пластину, шершавую, как наждак, и начинают безжалостно тереть, снимая верхний слой кожи, пока не выступит кровь. Согласно китайской медицине, эта терапия восстанавливает баланс инь и янь и хорошо лечит простудные заболевания. Все это выглядит как средневековые пытки. Но долг ведущей обязывает испытать китайскую медицину на себе. Начнем с того, что попроще. Массаж электричеством. Первое. Как это вообще происходит?! Он пропускает тон через все мое тело! Точно. Аж слезы пошли. Ладно. Ну мы разные массажи испробовали… ну что такое? Как это работает? Доктор подключается к аппарату. И каждый раз, когда он прикасается, через тело проходит нехилый разряд. Это вроде как должно разблокировать энергетические каналы в организме. Но это еще не все. Итак, новый модный китайский тренд. Человеку под кожу вживляют ткани кишечника и сухожилия овцы. Выглядит это, как обычный укол. Внутри этой иглы… сухожилия овцы… Считается, что это очень подтягивает кожу, сжигает лишний жир и делает похожей на супермодель. А-а-а-а… ой-ой-ой пошла кровь всегда… Если у тебя сто долларов на два дня – это не значит, что ты уедешь с острова хилым и больным. На Хайнане есть процедуры на любой кошелек. Иногда твое оздоровление находит тебя само. Здравствуйте, девушка. Подойдите. Здравствуйте. Массаж интересуется? Настоящий китаец. Массаж? Да, у нас медицинские центры. Здесь у нас есть много процедур, массаж и еще косметика. И у нас центр массаж цена не только и качество. Как называется салон ваш? Да, салон без границы называется. Витя? Да, Витя, значит директор. Попробуем рискнуть и отправиться к Вите. Здравствуйте. Кто из вас Витя? Ты Витя? Здравствуй, Леся. Денег хватило только на точечный массаж ног. Ступню китайцы считают маленьким отображением организма. Каждая точка соответствует какому-то органу. Какую точку промассируешь – тот орган и вылечишь. Хорошо. Прямо реально так прощупывает. Стоп, 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 а что это у вас? Не успеваешь опомниться, как тебе на стопу ставят маленькую, но очень всасывательную банку. И начинают противно елозить ею по ноге. Что вы делаете? Ой, боже, что это за массаж? Твою китайскую мать! То, что тебе банку на пятку присосали – это еще ничего. Если у вас достаточно денег, вам могут сделать огненный массаж. Волосы не будут гореть. Не будут гореть. А почему у вас такая короткая прическа? Я сам стриглась. Точно не сгорела? Нет. Ладно. Лицо намазывают омолаживающим кремом. А на глаза кладут разрезанные картофелины. Доктор, я буду вечно молодой. Так что такой у меня до конечина. Конечно. У вас руки пахнут спиртом. Не швелитесь сейчас. Хорошо, когда можно швелиться, он скажет. Я вижу, вижу. Я вижу свет в конце тоннеля. Я помолодела. Я красива. Я здорова! Традиционная китайская медицина – дорогущая штука. Три процедуры обошлись мне в 600 долларов, а целый курс будет стоить около трех тысяч долларов. Для того, чтобы оздоровиться, не обязательно ходить на процедуры. Для этого достаточно просто находиться на Хайнане и дышать супер чистым воздухом. Как и во всех азиатских странах, здесь очень популярны мопеды. Но мопеды электрические, потому что на бензиновых ездить запрещается, так как они загрязняют воздух. А это же курорт. Вот так, дыша чистым воздухом, я отправилась искать себе ночлег. Где-то здесь среди этих фешенебельных пятизвездочных гостиниц стоит мой одинокий хостел. Здравствуйте, вы русский, да? А какие цены у вас? Целый номер за 20 баксов? Сейчас посмотрим, какой он великий и ужасный хайнаньский хостел. Вот это вот за 20 долларов для меня? Да. Правда? Спасибо. За 20 баксов тут не придется дышать носками студентов со всего мира. В моем личном номере есть плазма, две большие кровати, забавные светильники, бесплатный вайфай и прихожая со шкафчиками. Там есть еще терраса. В каком шикарном райончике я живу. Элитный район, элитный район. Ну? На этот оздоровительный уикенд я решила выбрать отель в Сити Ридс Карлтон в бухте Яланг. Это проверенный вариант. Там уж точно будет дорого и богато. Катяна. Здравствуйте, Регина. Добро пожаловать в отель Ридс Карлтон. Ваша вилла готова. Очень приятно. Пойди. Да? В моем отеле есть несколько корпусов с номерами, бассейнами, ресторанами. Вилла. Это то же самое, только у тебя свой личный бассейн, сад и терраса. Вот ваша вилла. Красиво. Номер вашей виллы 4 восьмерки. Число 8 в Китае означает удачу. Отлично. Так, что тут у нас? Шикарная столовая. Шикарная гостиная. Ничего себе. Шикарная спальня. О, ванна хороша. Как хорошо после Джакарты. Так какая ванна. А что тут на втором этаже виллы? Здесь комната для гостей. И у них тоже все шикарно. С выбором отеля я не ошиблась. На Хайнане оздоровление не прекращается ни на минуту. Даже после захода солнца. На улице стоят массажисты-профессионалы, которые уже на пенсии и желают заработать. Вдоль дороги прямо на лавочках делают массаж. Сейчас и я себе сделаю. Нихао. А, how much? Массаж. 20? 20 юаней. Окей, окей. Ну, 15 минут 20 юаней. Ну нормально, пойду. На этом острове специалисты, в прямом смысле слова, под ногами валяются. Да что там массаж? Здесь банки с кровопусканием делают прямо на улице. Ой, как классно. Профессионал прямо на улице сидит. Если ты богач и устал от оздоровления, то тебе ничего не остается, кроме как пойти на романс-шоу. Это самое дорогое развлечение на всем острове. Шоу рассказывает всю историю Хайнаня. От доисторических времен и до нашего времени. Здесь и акробаты. И девочки-восточницы. И китайская любовь. Ну и как же без драки в стиле китайских боевиков? Но китайцы не были бы китайцами, если бы не пошли дальше. Это прямо сказочно красиво. Боже мой, здесь не только сцены раздвигаются, трансформируются, здесь еще и длительный зал тоже ездит. С потолка идет настоящая дождь. Я здесь! Я здесь! Возьми меня! Я лучше, чем она! Зрители посыпают лепестками роз. От этого шоу не знаешь чего ожидать, что оттуда вылетят внезапно. Потом вдруг над головами у изумленной публики проносится ковер-самолет. И когда ты думаешь, что видел все, выезжает прозрачная платформа с девочками в костюмах русалок. Которые танцуют под диско 90-х. Не знаю, что хотел сказать автор, но люди в восторге. Цирк Басалей. Это очень впечатляет. Но это просто срывает мозги и вообще голову напрочь. Вау! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот так выглядит завтрак в отеле Ридс Карлтон Как я это все съем Ничего, я тебе помогу Ничего, я помогу Раннее утро А тут уже все начинают поправлять свое здоровье Вот занимаются гимнастикой цыгун Вот размахивают мячами прямо посреди улицы Тут это вполне нормально Кто-то танцует Кто-то занимается на тренажерах Проведя день на Хайнане, замечаешь, что китайская медицина работает Даже самые старенькие люди здесь бодрые и живенькие Но есть на Хайнане и совсем удивительное место Деревня столетних людей Но как не выведать у них секрет долголетия Так, проверим местный пляж Ведь Хайнань это не просто здравница, а всекитайский курорт Целый пляж людей и все деты Эй, люди, это же пляж, нужно загорать, ну! Женщина, зачем вам зонтик? Зачем вам зонтик? Солнца-то нет! Почему всем зонтиком стоить? Ой, не могу! Китайцы страх, как боятся загореть Загар – это первый признак того, что ты работаешь на улице и мало зарабатываешь А если бледный, значит офисный работник и зарабатываешь прилично Поэтому тут всячески прячутся от солнца Наших сразу видно. Сидят, голые, красные, с пивом в руках Два рака с пивом Итак, если вы хотите, чтобы у вас были белые ноги, загорайте в штанах Если вы хотите, чтобы ваши руки были белые, загорайте в кофте Ну а если вы хотите, чтобы осталось белым ваше лицо, для вас тоже есть решение Ну как бы… Та-дам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть здесь деревня Луо-И В ней живет аж сотня столетних людей Хотя многим уже и почти по 110 Выглядят они на все сто Такие живенькие, бодренькие Бабушки хохочут, как студентки Давайте посмотрим, как живут те, кому за сто Вот дедушка Ифа Он живет в доме, которому сто двадцать лет Это всего на девятнадцать лет больше, чем ему ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на возраст, дедушка все делает сам Ведет хозяйство, пирит дрова, готовит еду Вот даже стулья пытается мастерить Вы это видите? Или это мои галлюцинации? Чтобы вот так человек в сто один год пилил, мастерил По-моему, так могут только здесь На Хайнане Между прочим, сто один год в этой деревне У людей прекрасное зрение Вот вам пример Представляете? А ведь этот дед Он ведь меня-то может и пережить Ему будет сто шестьдесят, а я уже это... Столетним быть на Хайнане очень почетно К тебе приезжает телевидение Тебе вручают красный шарф, который носит только тот, кому исполнилось сто И твоя пенсия становится больше Столетних на Хайнане знают поименно В их честь здесь даже сделали аллею славы Ой, какие Семейная пара Сто лет вместе Вот это любовь Вот человек Чен Фоуэр 1900 года рождения 116 лет ему сейчас Да если вдуматься, ему было уже 31, когда родилась моя бабушка Я тоже бы хотелось, чтобы бабушка еще жила И дед И второй дед Прожили там сколько? По семьдесят восемь лет Как они живут до 116 лет? Почему у нас так люди рано умирают? Это главный вопрос Ведь образ жизни дедушки здоровым не назовешь Он любит выпить И курить как паровоз Деревня Луа-И находится в районе потухшего вулкана Ма-Ань Деревня Луа-И находится в районе потухшего вулкана Ма-Ань Ученые говорят Что в местной воде Растворены минералы магматических пород Якобы они и продлевают жизнь Рисурс Я уже не знаю Ученые 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 Как вы поняли Я сейчас нахожусь в месте, которое называется Йоу-Елу-Хасе-Щер-Чао, что в переводе означает рынок морепродуктов на улице Дружба, что непонятно. Особенность этого рынка в том, что здесь ты можешь выбрать любые морепродукты и тебе их сразу же приготовят. Очень удобно, все свеженько, только с дна морского. Так что давайте выбирать и будем есть. Что-то она мне напоминает, я могу вспомнить, что. Это гуидак. Здесь его величают королевским моллюском. А вот эта штуковина – это не то, что вы подумали. Это сифон, через который моллюск фильтрует воду. Суперловкая женщина, не снимая сумку Луи-Бетон, за пару минут этих моллюсков превратила в аппетитные блюда. Вау! Ну, я вам хочу сказать. Выглядит очень даже достойно. Богатым дамочкам побираться по рынкам не гоже. Нужно идти в самый дорогой ресторан. А теперь еда. Уау! Вот это я понимаю – подача. Уау! А не на какой-то алюминиевой миске. О, боже! И вы серьезно? Вы решили убить меня? Половина королевского краба на льду. Жареная рыба-попугай с соусом из лимонника. Чипсы из моллюска-тигрис на льду в собственной раковине. Суши из гуйдака. Это, по-моему, лучшее место, где обычные морепродукты местного улова превращаются в шедевр высокой кухни. Я готова съесть все. Начнем с рыбы-попугая. Кусочек филе хочется. Ммм, так ты не только красивая, ты еще и вкусная. Итак, приступим к большой ракушке. Кусочек филе. Ну, иди сюда. Где ты там? Ммм. 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 Мммм. Ммм. 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 Чувствуешь себя… в раю для гурманов. А теперь приступим к вот этому полосатому моллюску. На секунду подумала, что у меня нет зубов. Потому что это совсем невозможно раскусить. Абсолютно невозможно. Ммм, ммм. Вот. Как был, такой остался. На Хайнане Орел и Решка прячут для вас 100 долларов. Этого вам хватит на сеанс акупунктуры. А может быть на два. За 100 долларами отправляйтесь в город Санья на пересечении улицы Донгхай и Юя. Идите до следующего перекрестка по улице Донгхай. Там прямо на углу в огромном дереве и спрятана бутылка. Хайнань – это тот случай, когда китайское не значит дешевое. Желающим омолодиться просто не прожить без золотой карты. Ну а бюджетный турист может позволить себе в лучшем случае массажный салон Витя… или будет довольствоваться банками на лавочке и бесплатными тренажерами. Хотя мне и этого хватило. Теперь во мне сухожильевцы. Я вижу свет в конце тоннеля. Массаж интересуется? Настоящий китаец. Вы это видите? Или это мои галлюцинации? Почему у нас так люди так рано умирают? Подни меня! Я лучше, чем она! Ну как бы… Та-дам! Умиротворение и спокойствие закончились, когда пришла Леся, чувствую, что она пришла. Добрый вечер! Добрый вечер! Молодая, слегка помятая туристка приветствует вас. Слушай, ну вот ты же знаешь, что остров Хайнань раньше назвали адом. Правда? Нет, не слышала. Да ладно тебе! Меня тут жгли! Меня даже током били! Я прошла вообще все круги ада. Да ты что? Ужас! Наконец-то прекрасная новость! Я в отличие от тебя была просто в райском саду. Ну правда. Здесь такая атмосфера. Люди ведут здоровый образ жизни. Утром делают зарядку. Но самое прикольное, что мне понравилось, какой здесь уличный массаж. Я представляю, что происходит в клиниках. Я себе подскажу одну больничку. В больничке пожалуйста сама. А мы всей группой после кругосветки вернемся в китайскую клинику. Где пройдем все сеансы иглоукалывания. Особенно продюсер. Продюсеру иглоукалывания везде. С головы до ног.